Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно из командировки в Улан-Удэ вернулся наш начальник отдела адресных проектов Кирилл Бадуллин. Нам захотелось поговорить с Кириллом и, вашему вниманию, предлагаем беседу с Кириллом Анатольевичем. Добрый день. Расскажите, во-первых, каким ветром вас занесло в столь дальние края и какова была повестка дня, совещание у главы республики Бурятия, в котором вы приняли участие. Основной целью моего визита в Бурятию была презентация проекта многопрофильного кластера на базе Гусино-Озерской ГРЭС, который включал бы в себя, во-первых, транспортную составляющую, включающую доставку угля, а во-вторых, также био- и агронаправление. А кто участвовал в совещании помимо вас? В совещании воздавлялся совещание глава республики Бурятия Алексей Циденов, а также присутствовали министр сельского хозяйства, замминистра здравоохранения, замминистра природных ресурсов, также представители министерства промышленности и торговли, а также наши партнеры в Бурятии, компания М-Центр, которая занимается микробиологическими технологиями. — Очень интересно, может быть, тогда вы подробнее расскажете об этом проекте, который вы представляли, потому что до сих пор, по-моему, никакой микробиологической составляющей в транспортно-инфраструктурных комплексах Skyway мы не заявляли. — Да, совершенно верно. Я могу продемонстрировать схему, которая была построена как раз для презентации этого проекта. Мы разработали концепцию многопрофильного кластера, который включает в себя несколько элементов. Во-первых, это доставка угля, как я уже говорил, с месторождения до Гусино-Озерской ГРЭС. — На ТЭЦ, да? — Да, на ТЭЦ. — Далее, получается, поставка, то есть использование электрической энергии, которая производится ГРЭС, и тепловой энергии, которая фактически сбрасывается в отходы. — Использование для производства ГУМУС. — До внедрения нашего проекта, как я понимаю. — Да, совершенно верно. Далее, получается, оно может быть использовано для производства ГУМУСа. Это плодородный слой почвы, про который уже также упоминали в наших репортажах. Далее, получается, производимый ГУМУС может направляться на специальные инновационные теплицы, которые будут производить экологически чистую продукцию, которая может поставляться в такой крупный город, как Улан-Одэр. Таким образом, мы получаем комплексную систему, которая включает и транспортное, и био- и агронаправление. — А также как продукт экспорта, я так понимаю, это может вступать, судя по вашей схеме? — ГУМУС — это высокодоходный продукт, который может поставляться на экспорт, на который уже в настоящее время есть высокий спрос во многих арабских странах. — Я уже вижу, что данный проект, спасибо, отличается от многих предыдущих, с которыми мы работали. В чем, в принципе, его особенность? Вы же вкратце рассказали, но, может быть, чтобы это было понятнее для всех. В чем его особенность? — Особенность, прежде всего, в том, что мы ранее не рассматривали все эти проекты в едином комплексе. И на самом деле, такие подобного рода проекты могут применяться в любых странах и в любых регионах. И они, благодаря тому, что они используются не по отдельности, а совместно, они приносят общий эффект, так называемый синергетический эффект, который в сумме дает гораздо больше, чем сумма элементов. — Расскажите, будьте добры, подробнее об участниках проекта. Насколько я знаю, выступают в нем партнерами не только видный российский ученый, доктор медицинских наук Петр Шаблин, но и Анатолий Эдуардович выступает в новой для себя роли фермера. — Ну да, совершенно верно. — Сначала несколько слов о Петре Шаблине. Это доктор медицинских наук, который возглавляет компанию М-Центр, которая расположена в городе Улан-Удэ-Бурятия. — Которая является нашим партнером. — Да, она является нашим партнером. И они в настоящее время производят элементы для повышения плодородия почв, основанные как раз на микробиологической технологии. И идея нашего совместного партнерства — это организовать инновационное производство ГУМУСа, которое, как я уже говорил, является очень высоко востребованным на мировом рынке и очень высоко доходным продуктом. При этом мы объединяем инженерную технологию Анатолия Эдуардовича Юницкого и микробиологическую технологию доктора медицинских наук Петра Юшевича Шаблина. — Спасибо большое. Значит ли это, что SkyWay диверсифицируется, либо подобные идеи априори были заложены в проекты SkyWay? — Если смотреть глобально, то технология SkyWay направлена на повышение качества жизни людей. Не только в транспортной части, но и в части здорового питания, в части чистого воздуха, в части более качественной жизни, скажем так. И благодаря этому мы даем людям то, чего у них сейчас нет. — Спасибо большое. Какая выгода нашим партнерам от данного проекта, который характеризуется большим уклоном в экологическую, составляющую по сравнению с чисто транспортной, не могли бы вы в двух словах объяснить? — Параллельно, наши партнеры в данном случае получают дополнительно следующее преимущество. Расширяется значительно мощность биофабрики, продукция, которая является сырьем для производства гумуса. И, кроме того, возможно, отработки новых технологий производства кормового белка для животных и запилок. Ну и вообще в комплексе получается, получаемый продукт, это гумус, он пользуется высоким спросом на мировом рынке, как я сказал, и он может поставляться из Бурятии на экспорт. В частности, одним из крупнейших рынков, где он востребован, является Китай. — Ну и опять же, по-моему, очень такой характерной чертой данного проекта является то, что мы будем также производить продукты питания. — Вы все правильно понимаете? — Да, совершенно верно. — Продукты питания, да, для нас... — Также имеют определенную цель. — Да, это для нас новое направление, но тут есть еще одна особенность, что, по оценке доктора Шаблина, те продукты, которые сейчас продаются в магазинах, они по питательным свойствам где-то на порядок уступают тому, что производилось лет 30-40 назад. А благодаря использованию данных технологий, использованию плодородного гумуса, мы получим, грубо говоря, такие, например, помидоры, 2 килограмма которых эквивалентом 20 килограммам современных. — Ну да, именно поэтому, как я помню сам, слушая лекцию профессора Шаблина, он цитировал в ее начале Гиппократа, утверждавшего следующее. «Пусть пища будет твоим лекарством, иначе лекарство станет твоей пищей». — Продолжение сельскохозяйственной темы. Сейчас все думали, что делать, как поддерживать сельскохозяйство. Без предусловий, Петр Решаевич, дайте вам слово. — Научно-производственное объединение М-Центр выпускает также уникальное удобрение «Байкал-М1» и уникальный препарат для экологических мероприятий под названием «Тамир». Эти два препарата очень даже известны по всей России. Нет, тут еще один мой доклад есть о создании агропромышленного парка. Я немножко вперед забегу. Мы же предлагаем совместно с Юницким Анатолием Эдуардовичем сейчас разрабатываем технологию производства гумуса из бурого угля. Бурого угля у нас в Бурятии много. Мы могли бы производить миллионы тонн гумуса ежегодно и экспортировать в Китай, в Монголию, по всей России, в Арабский Эмират, куда угодно. Я просто его знаю. Я и Минского знаю лет 8. 9 лет. Общая идея, которую мы хотели презентовать, это комплексное предложение по созданию многопрофильного кластера на базе площадки Гусино-Озерской ГРЭС. Еще одно направление, про которое говорил Петр Решилович, это производство гумуса. По нашим оценкам, его эффективность достигает рентабельность порядка 1000%. И теперь про проект инновационного кластера на базе Гусино-Озерской ГРЭС, в котором мы планируем совместить саму ГРЭС, теплицы, транспортное решение. На данной схеме можно видеть общую структуру кластера. И возможные другие направления, которые могут также рассматриваться, это производство кормового белка, говорили, экофермы для производства молока, мяса и яиц, грузопассажирская трасса от Гузино-Озерской до Улан-Удэ и логистический центр для поставки всей продукции по России и на экспорт. Скажите, пожалуйста, каковы, в принципе, итоги этого совещания и в связи с этим, каковы ваши, точнее, наши последующие действия? План Инатонович. По итогам совещания мы получили в целом одобрение главы республики, Алексея Циденова, и нам дано поручение в срок до 29 апреля разработать укропненное технико-экономическое обоснование для проектов поставки угля на Гузино-Озерскую ГРЭС, во-первых, а во-вторых, по проекту производства гумуса и создания инновационных теплиц. До 29 апреля времени осталось совсем немного. Не смею вас доли задерживать. Приступайте к более важной работе. Спасибо за столь интересное интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и, возможно, завтра мы придем в ваш регион. Строй Skyway, спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok